Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. Тихая охота продолжается. Это Карелия, один из лесов Прионежского района. Время 8 часов 30 минут утра. Так, аккуратно. Болото. Шикарная погода, туманчик идет, прохладные ночи стали. Приглашаю прогуляться вас со мной в лес и посмотреть, какие растут грибочки. Если они... Надо перейти вот это вот болото за моей спиной. Оно небольшое, метров 400, наверное. И будет лес осенний, там грибницы осенью часто работают. А в конце этого выпуска я расскажу об атрибутах, о вещах самых незаменимых, которых я беру каждый раз с собой в лес. Выпуск будет интересный. Поехали. По ночам заморозки уже, достаточно прохладно, ручки начинают подмерзать. Посмотрим, какие грибочки. Самое главное быть предельно внимательным, потому что много медведей стало ходить. И вот сейчас впереди метров через 300 будет лес уже, туманчик. Солнышко появляется из-за облаков. Сегодня будет прекрасный денек. Шикарная тихая охота, уверен. Болота прошли около 600 метров, наверное. Сегодня будет смешанный лес, елочки, березки, сосны. Мох где-то будет, где-то будет черничник. Вот мы уже в лесу. Обратите внимание, сколько листвы. Вот перед началом тихая охота. Хотел бы поблагодарить. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, зрители канала, что пишите, смотрите, общаетесь друг с другом. Это нас сплочает и делает сильнее. Для нас это большая мотивация, для того, чтобы делать более интересные информативные выпуски. Надо, чтобы глаз привык. Оп. А вот и первый гриб. Вот он какой. Это подосиновик. Ух, ножка. Вот он, ребят. Посмотрите, какой сегодня первый гриб могучий. Подосиновичек. Вот зашли только в лес и сразу же первый гриб. Очень удачное начало. Просто все усеяно листвой. Каждый день очень много, обильно падает. Чистая ножка. Несмотря на то, что гриб крупный, осенью они все чистые. Ножку берем. Шляпку проверим Тора. Я думаю, что она Тора чистая. Ее будем брать. Разрежем. Вот, пожалуйста. В корзину. Это подосиновик. Чистый, да. Безусловно, маленьких грибов осталось мало в лесу. Белых практически уже не попадается. Будут, скорее всего, видимо, одни подосиновики сегодня. Может быть, подберезовики. Может быть, на соленья какие-то грибочки. Походим в лесу. Сейчас глаз привыкнет. Если буду что-то пропускать, пишите, не стесняйтесь. Два глаза хорошо, а больше лучше. Вот Радуре. Подальше. Такой старичок уже. Брать не будем, оставим. Вот там еще один. Твора уже старенький. Такие не берем, оставляем. А вот и лисички. Первые сегодня. Грибочков становится все меньше и меньше. Вот. Лисичка. Какая красивая. Осенняя. А вот, ребятки, еще одна полянка. Уже побольше тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лисичек соберем. Вот она какая. Там малыш такой. Смотрите. Вот латкая парочка. Аккуратненько. Ух. Такая красавица. Вот небольшая полянка такая. Такие приятные, красивые лисички. Чистим. Красота в лесу. Тишина. Ни одного грибничка нет. Все разокрыли. Сезон. Вот такие красавицы растут. И радуют глаз. Что очень приятно. Такие грибы вдвойне вкуснее. Кучка такая первая, яркая сегодня. Настроение уже улучшается. Корзинку. Вот ребята в лесу, наверное, где-то около часа уже. Хожу медленно. И вот еще. С трудом заметил. Октябрь месяце. Лисички, смотрю, еще только начинают. Вот такой вот подосиновичек. Подосиновичек белочками. Проверим его. Да. Несмотря на то, что такой могучий. Ребята, он чистый. По ночам достаточно уже холодно стало. Да, чистый. Отрежем шляпку. Вот она чистенькая. Разрезаем пополам. Вот он. Средной чистый гриб для сушки на зиму самое то. Все грибочки будут уже чистые. Несмотря на то, что они больших, внушительных размеров. Но в большинстве они чистые грибы. Сразу раз здесь у березок. В двух метрах еще один. Это поменьше будет. Покрасивше. Подосиновик. Вот они какие осенние грибочки. Чистим на месте. Грязь домой не несем. Только чистые грибочки в корзинку. Вот такой грибочек не стыдно. Целиком положить. Он чистый. Корзинка начинает потихоньку пополняться. Привет, старичок. Таких не берем уже. Оставляем. Красота в лесу. Очень много листвы. Под елочкой. Такой красавец. Осенние листики. Подосиновище. Вычистим его. Посмотрим. Чистая ножка. Вот она. Шляпка Торо. Разрежем ее. Можно взять. Грибочков остается все меньше. Надо смотреть очень внимательно. Очень много листвы. Глаз вроде уже привык. Меньше становится мелких грибов. Смотрим направо. Подосиновик. Очередной красавец. Шляпка дорасломалась у него. Вот он какой. Ножку Торо проверим. Вот там старенький гриб. Вот старичок. Оставляем его. Там поменьше маленький. Еще второй. Торо не берем. Оставляем. Ножка чистая. Ух, ребята. Вот он. Пожалуйста. Найчистейший. Вот перешел болото. Посмотрел. Грибное место. Грибочки еще есть. А сейчас хочу еще немножко сместиться. Забуриться в ельничек. И посмотреть. Как там грибочки под елочками. Поздней осенью. Обычно они перебираются. Именно под елки. Смотрим дальше. Здесь смешанный лес. А вот здесь уже начинается ельничек. И здесь, как летом, все зеленое. Зеленый мох. Совсем не сказать, что на дворе осень. Редкие листики тут. В еловом лесу. Ребята, вот за моей спиной еловый лес. Здесь просто шикарный вид. Смотрим грибы очень внимательно. Много листвы. Но здесь зеленый мох. Все очень прекрасно видно. Но, к сожалению, во мху грибочков нет. Утоляем жажду и идем дальше. А вот и черничник уже. Еще есть черника в лесу, ребят. Смотрите. Такая крупная ягода. Елочки начинают тут. Проберемся сквозь. Такой вот буреломчик небольшой. Да, признаюсь, страшновато иногда в лесу бывает. Несмотря на то, что утро, один в лесу хожу. Еще одно болото. Тут надо быть предельно внимательными. Мешки ходят. И перед зимой они как раз любят ягодки пособирать именно на болотах. Бугарки. Вот уже первый старичок. Это хороший знак. Смотрим рядом. Здесь вот забурился ельничек, березки. И вот под можжевельником. Очередной подосиновик. Небольшой. Вот он. Ножка у него глубоко в землю. Чистый гриб. Уверен, но проверяем каждый. Вот там прямо по курсу старенький. Этого чистим. Обожаю чистить грибы в лесу. Меня спрашивают, пишут в комментариях, что много показываешь. Ребят, я от этого кайфую. Шляпка чистая. И получаю огромное удовольствие. Вот старая лесная дорога. Вот такая дорога. На делянку. А вот впереди меня. И старая делянка. Долго сюда пробирался. Посмотрим грибочки. Вот. Волнушечки. Сегодня первые. Красавицы. Да. В комментарии мне пишут, ножки мы отрезаем. Для того, чтобы было удобнее солить, солим одни шляпки. Поэтому чистые ножки даже мы не солим. Это уже годами. У нас из поколения в поколение. Поэтому пока пробирался, тут уже что тут есть у нас. Вот еще брусничка попадается. Брусника еще есть, ребят. Вот она. Опадает ягода. Подальше, но от таких мест. Мишка где-то рядом, наверное. Ух ты! Такой гриб великан. О! Какой могучий. А вот и за старой делянкой березок. Лисички. Сестрички. Собираем. Какая красота. В октябре собирать грибы отложение просто. А вот еще маленькие лезут. Вот и березок. Такая находочка. Лисичек. Корзинку. Приятно гулять по такому осеннему лесу. Красивому. Еще и грибочки собирать вдвойне. А вот и маховик. Чистый гриб, маховик. Берем старая делянка. Обойдем справа. Я уже прошел, наверное, километра три. Ух ты! Под елочкой такой. А, старичок, мох. Идем дальше. Маленький муравейник такой. Вот моя рука, чтобы понимание было. Ребятки, вот забурился, значит. Посмотрите, какая красота. Полянка. Лисичек. Вот сегодня шикарная тихая охота уже получается. Такие яркие грибочки. Октябрь месяц. Грибничков в лесу нету. Свежий воздух, природа. Что еще надо? Выбрался из городской суеты подышать свежим воздухом. Тут еще такие шикарные грибочки. Вот такая полянка. Чищу их. Яркие молодые грибы. Для этого времени года, безусловно, это огромное счастье для грибника. Вот, вычистил кучка в корзинку. Осенний лес. Листики уже опали в большинстве. Столько листвы. Очень сложный поиск. Лисички. Сестрички. Старенькие уже такие. А эти оставим на спор. Впереди еще. Ох, одну возьмем. Как и обещал в начале видео, сейчас я покажу, какие я с собой беру атрибуты, а точнее вещи в поход в лес. Самые незаменимые и необходимые. Вот простой мой набор. Фляжка с водой, туалетная бумага обязательно, спички на всякий случай и петарды отпугивают медведя. И вот еще самое главное навигатор. Здесь все треки, грибные точки. Самое главное, не забудьтесь никогда в лесу. Главное, с собой берите запасные батарейки. пакетик на всякий случай отпугивают медведя, если попадется навстречу. Соблюдаем безопасность лесу. Вот это. Изолируем от дождя, от падания влаги и в карман. Водичка у меня во фляжке. Очень удобно, не бьется, не ломается со времен СССР. Тоже берем ее. Ну и туалетная бумага. Тоже необходимая вещь на всякий случай, как говорится. Лишним не будет в походе. Да, еще забыл совсем про нож сказать. Лучше, чтобы он был, чтобы чистить грибочки, чистые ложить. И корзинка, самая главная корзинка, вот такой простой набор аксессуаров для простого грибника. Лес, спасибо тебе за дары. Ты продолжаешь удивлять. Вот это болото, с которого мы начинали. Солнышко уже высоко светит. Сегодня походили 4 часа в лесу, подышали свежим воздухом. Самое главное, посмотрели осенний лес, пособирали осенние грибочки. Природа, красота, свежий воздух, дыхание самое главное. Спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Жмите колокольчик. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok